Краны открыты, нигде нет воды, не течёт. У Ирины Хадеевой трое детей. С отсутствием воды в доме столкнулась впервые. Уже две недели она не может ни скупать детей, ни приготовить полноценный обед семье. И такая же ситуация у всех соседей. В посёлке более сотни домов. Это просто какие-то ужасные условия. Это возврат каменный век. То есть в 21 век уже я не могу пользоваться никакими технологиями, потому что элементарно нет воды. Вместе с соседями Ирина сегодня пришла на собрание, чтобы спросить у председателя управляющей компании, когда живых дома вернут воду. Жители посёлка стали заложниками своих соседей. Некоторые из них уже четыре года не платят за коммунальные услуги. Общий долг уже 900 тысяч рублей. Потому управляющая компания и перекрыла вентиль. Все затраты пытаются делить на то количество жителей, которые сейчас проживают в посёлке. Их всего процентов 15-20. Все остальные пустые участки, с них не берётся никакая плата. Хотя мы чистим дороги по всему посёлку. И это, в принципе, основное недовольство людей. Платить по счетам должники не торопятся. Потому управляющая компания сегодня предложила своё решение проблемы – повысить тарифы. «Мы предлагаем для жителей, кто проживает здесь, 5 рублей 79 за квадратный метр. 5,79 за квадратный метр. Кто не проживает, 3,68. Эту повестку можно выставить на голосование». «Кто против?» «Кто против?» Управляющие компании жители платят за водоснабжение, вывоз мусора, охрану и уборку снега зимой. В среднем получается по 2 тысячи на дом. Если тариф вырастет, то придётся отдавать почти в два раза больше. С этим люди, несогласным властям района, тоже не по силу решить проблему удачного. «Вся инфраструктура, которая имеется в данном жилом массиве, нет на балансе исполнительного комитета района и исполнительного комитета сельского поселения. Она принадлежит частному инвестору, который обеспечивал данный жилой массив». К единому решению жители и управляющая компания всё ещё не пришли. Впереди как минимум два аналогичных собрания. Но одна пока ещё устная договорённость всё же появилась. Жители посёлка удачных хотят за свои деньги пробурить скважину, чтобы она была только в их собственности. Регина Шакирова, Максим Малов, Телеканал Эфир.